привет я должна была с вами встретиться сегодня раньше когда делала макияж снимала вам видео рассказывала что из моей косметики мне нравится какие траты я считаю бесполезными показывала свои находки косметические но мне не записался звук то что новый микрофончик и он пока работает с перебоями лёва тут нас гуляет в общем мы вышли на прогулку перед моей работой я в пол 2 иду персональную тренировку проводить лёва пойдет с папой домой спать я пойду работать после работы мы отправимся гулять потому что очень хорошая погода солнышко все дела дома сидеть совершенно не хочется планирую сегодня силовую тренировку свою в общем будет насыщенный день я надеюсь что вы хорошо его вместе со мной проведете его пока лёва и папа отправились домой спать я пришла работать у меня персональная тренировка после которой я решила потренироваться сама зал был абсолютно пустой и я не могла не воспользоваться этой возможностью прикрепляю вам свою тренировку спины единственное не успела записать подтягивания они шли в самом начале тренировки подтягиваюсь я на гравитроне в этот момент в зале еще были люди и я постеснялась себя снимать следующий раз обязательно справлюсь вы можете заметить что техника некоторых упражнений у меня может отличаться от привычной вам я делаю их так чтобы акцентно работать на широчайшие мышцы спины они имеют для меня приоритетное значение также в моей тренировке много тяг это обусловлено тем что в моей бытовой жизни на грудной отдел позвоночника распределяется очень большая нагрузка я часто ношу сына на руках и для того чтобы разгрузить эту область выполняю как раз таки эти упражнения в конце занятия обязательно делаю бицепс мне нравятся красивые подтянутые руки плюс бицепс работает в качестве синергиста и уже предварительно утомлен и в заминке делаю упражнения на пресс сегодня на фитболе фитбол помогает разгрузить поясницу и в целом отлично включает прямую мышцу живота собрался смотри давай а мама мама она ножками хочет вань походить хотела вам сегодня снять кусочек с макияжем показать как я крашусь но умеет записался звук новый микрофончик еще не совсем умеем пользоваться и мне пришла в голову идея получше я хочу вам показать средства косметические которые мне не понравились чтобы сэкономить ваши деньги чтобы вы не совершали моих ошибок но если вдруг вам средства понравились вы можете тоже комментариях написать может быть я как-то неправильно использую и вы меня наставите на путь истинный лот номер один это вот такая пудра от шик с эффектом сияния по моему она даже называется в общем об этой пудре я слышала неоднократно что это лучший продукт для лица что она делает невероятные вещи но конкретно с моим лицом она не делает вообще ничего малышка от мэйбелин представляете я забыла как называется бренд мэйбелин от мэйбелин у меня черная матирующая пудра намного лучше справляется и была намного бюджетнее далее вот такая палеточка она очень дешевая эстрада пикассо для струбинга это в холодном оттенке 502 на очень много слышала хвалебных отзывов на ютубе но в чем минус сейчас я вам покажу пигментацию видите как будто бы какой-то какой-то мел и очень плохо переносится на пальчик а кисточкой мне кажется не переносится вообще то есть понять какой это где где корректор где скульптор где румяна вообще невозможно странная для меня личная вещь иногда пытаюсь пользоваться но особо не вижу никаких результатов дешевая покупка поэтому не так обидно но тем не менее непонятно зачем продолжаю себя хранить далее два вот таких это не короче это не отдельные продукты это я как категорию выделяю такие тени они очень красивого оттенка они достаточно хорошо ложатся на руку но не очень красиво ложатся на само века зовут даже на руку сейчас видно неоднородность я вам покажу вот они эти на руке такая сияшка очень приятная получается но навеки они полосят и блестки смотрятся очень разрозненно и это дешевит вообще весь макияж можно очень стараться вырисовывать а потом понять что нет так выходить нельзя в людям батист батист вообще очень люблю эту палочку вручалочка любой мамы но конкретно вот этот запах найс это какая-то смесь бабулькиных духов и вонючки для машины поэтому конкретно вот такой батист я вам не рекомендую потому что он он удушающий особенно в теплое время года когда лето такие запахи вообще использовать не хочется еще хочу упомянуть давай супер неудачных уходовых средств которые я приобрела первое это соль от лабораториум по моему как так называется бренд у меня не сохранилась упаковка а а в общем все для ванны там что-то супер расслабляющий какой-то аромат должен был быть миллиард всяких масел впервые после рождения сына я решила принять ванну насыпал эту соль все строго по инструкции я помню что там застав ходила овсянка и дело в том что у меня пошли ужасные волдыри как будто бы меня на кусали комары по всем ногам по спине это впервые в моей жизни когда на какое-то средство есть такая реакция и последнее это вот такой скраб я его купила в подружке за 400 рублей он что там с манго кокосом у него достаточно приятный запах но сейчас я продемонстрирую размер его абразивных частиц вот сюда соль вот такого размера это им трешься у тебя остаются кровоподтеки и царапины я не могла понять почему у меня разобраны все ягодицы вот короче секрет в этом то есть здесь есть более мелкая субстанция там сахар вот эти масла вроде бы супер спа процедура но вот эти травмирующие острые куски соли они портят вообще всю процедуру то есть расслабиться натирая себя вот этим невозможно потому что это попросту больно и травматично вы только посмотрите какой у нас красивый закат сегодня очень и очень чувствуется уже май в воздухе такой чудесный вечер очень мягкие красивые краски скоро скоро уже настанет лето все последнее включение сегодняшнего дня сейчас будем вместе с вами делать рыбай сегодня купила во вкусвеле по зеленому ценнику и решила дать второй шанс этому стояку потому что я уже покупала на 8 марта вроде бы все сделала правильно но почему-то мне не понравился его вкус у меня было ощущение что я ем сырое мясо попробуем сейчас приготовить так чтобы мне все же понравилось я почитала на разных сайтах как вообще принято готовить этот стейк скажу сразу что мнение очень разнятся где-то написано кстати даже на самой этикетке написано что вкусный стейк только один раз переворачивается я же читала на сайтах что надо каждую минуту менять сторону поэтому буду просто держать на каждой стороне по 4 минуты и в конце приготовления положу под фольгу все рыбай отдохнул его можно уже так и сливочное масло растопилось его можно уже посолить поперчить проверим какая получилась прожарка проверим должна была получиться медиум кажется кот хочет рыбай так по-моему это не медиум не медиум слушай непонятно похоже я опять буду есть сырое мясо кот сполошился ну вкуснее ладно давай я тебе дам тоже кусочек ты скажешь как тебе это вкусно это тебе не родные места в общем вот таким образом как я его готовила Ваня ты медиум мне кажется да получается по 4 минуты с каждой стороны и обязательно дать ему потом отдохнуть под фольгой солить перчить в самом конце добавлять сливочное масло вот получилось вкусно так вот я не знаю это бюджет ну это такое так и это